В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте и в начале коротко о главном. Курьер привез в Рязань оптовую партию наркотиков. Под Рязанью впервые прошли гонки на квадроциклах и жители Солочи обратились в редакцию телекомпании с просьбой осветить проблему местных дорог. В преддверии Дня Победы настроение в городе практически витает в воздухе. Конечно, рязанцам хотелось бы ощущать праздник не только в душе, но и лицезреть украшенный чистый и цветущий город. Благоустройство и внешний вид Рязани даже в самое красивое время года вызывает ряд вопросов. Весна стремительно ворвалась в город и покрыла свежей зеленью парки и скверы. Между тем, из года в год жители не перестают ожидать перемен во внешнем облике города. Не только в виде многоэтажных новостроек на местах сгоревших деревянных памятников архитектуры, но и в виде чистых ухоженных газонов, красиво выстриженных кустарников и пышных цветников и клумб. Хотя бы в центре города. Готовясь к майским праздникам, городские власти позаботились о вечерней иллюминации центральных улиц, а также высадили в клумбы цветы. В этом году мы, например, новый вид питунья сделали. Махровый будет присутствовать. Выбирает у нас дизайнер, занимается подборкой клумб. И дается указание, как будет дальше. У нас 27 видов наименований цветов. Это тагетис прямостоячий, отклоненный, бархотки. Между тем, облик нашего города оставляет желать лучшего. Много вопросов вызывает, например, обрезка деревьев, после которой они приобретают совсем неэстетичный вид. Все чаще сегодня вспоминают Надежду Чумакову, городоначальницу, чей памятник стоит возле библиотеки имени Есенина. Вы знаете, Рязань женский город и очень важно женское присутствие во всем. Особенно в руководстве города, потому что женщина может то, что мужчина не может, не видит или не хочет сделать. У женщины хозяйский взгляд. Она как дома у себя. Жила, всю жизнь прожила, действительно считая Рязань своим домом. Этого очень не хватает многим руководителям. Вообще в России. Первый памятник мэру города появился в Рязани. Не получая желаемого результата от городских властей, жители сами инициируют перемены и стремятся благоустроить место, в котором живут. Сквер на улице Советской Армии. Место, любимое жителями большого спального района Дашково-Песочни. Недавно у инициативной группы родилась идея сделать из этого сквера парк, где занятие по душе найдет каждый. Район Удашки все-таки это такой крупный район, где очень много деток, много семей молодых. И в общем-то нет площадок, где можно провести время с пользой, с удовольствием. И вот в общем-то решили облагородить эту площадку. Уже запустили в пруд уточку, к которой стали слетаться другие дикие сородичи. В планах установить здесь вольеры с другими животными. Уже высажены каштаны и рябины. В течение весны планируется разбить цветники. Поучаствовать в преображении сквера, кстати, может каждый желающий. Авторы проекта по преображению объявили конкурс на создание арт-объекта. Лучшие творения будут установлены в парке. Создавать их можно из любых материалов. Главное, успеть подать заявку до конца мая. И возможно, в скором времени именно вашим творением будут любоваться прохожие. Министр транспорта России сообщил, что около 10 миллиардов рублей будут направлены 18 регионов с плохими дорогами. Рязанская область в их числе. Так министр транспорта назвал дороги нашего региона критическими. Также оценивают их и жители поселка Солоча. На несколько запросов соответствующей инстанции ответов не последовало. Асфальтовое покрытие продолжает разрушаться. А тем временем, с улучшением погоды, туристов, желающих отдохнуть на лесном курорте, становится только больше. С места разбитых дорог Александр Тамбовская. Десятки ям на протяжении всей дороги Агропустынь-Старица мешают жить с 2,5 тысячам жителей Солоча и еще большему числу отдыхающих в курортной зоне. Обращение местных жителей в региональное МВД не приносит результатов. И даже обращения к президенту пока остались без ответа. Однако самую большую яму все же заделали. Точнее, засыпали. На фото этаж дорога в феврале под водой яма шириной 2,5 метра при допустимой ширине 60 сантиметров. То есть они нам дырочки залатают и все, на этом заканчивается. Вот у нас яма, пожалуйста, 25 глубина, мы измеряем, нет, 35 глубина была и ширина у нас была 2,5 метра. То есть у нас здесь залетали на дверь три машины. Здесь вот получается где-то у нас, а еще не доезжает Старец, у нас там пять ям глубоких тоже. Они приехали, нам просто свалили щепенку, даже не соизволили просто разровнять. Теперь вместо большой ямы неровность, которую приходится объезжать, как и многочисленные выбоины. Сейчас на протяжении 5 километров этой дороги ехать выше 20 километров в час просто невозможно. Однако гости дороги, проезжая этот участок на скорости, часто врезаются в ограждение частых территорий. Но даже осторожные местные автомобилисты говорят, что на ремонт авто в этом году уходит куда больше средств. Выходит из строя ходовая, врезаются машины. То в столбы, то в березы, то еще в чего-то, то в сосна, то в заборы. Вот у человека забор. Ну вот тоже опять же паспорт. Ямы такие, что чертят нечем по асфальту. Еще одна проблема на этом же месте – пешеходный переход по дороге в школу. Машины здесь останавливаются редко, возможно, потому что нет искусственных неровностей, так называемого лежачего полицейского или просто из-за отсутствия надзора и совести. Пешеходный переход – это тоже отдельная тема, потому что асфальт положили странно. И когда непогода распутится, не видно ни разметки, ничего, водители не останавливаются. То есть детям самостоятельно дорогу перейти нельзя в школу. Я своих детей всегда провожаю. Вот я лично прохожу с ребенком в садик, 15-20 минут мы стоим. Совершенно не можем пройти, нас никто не пропускает. Включат ли солодчий в план ремонта узнаем 12 мая. К этому времени составят планы по выполнению работ, внесут в правительство проект распоряжения. Средства в регионы поступят до конца, весны, а в начале июня дорожные службы смогут взяться за работу. Рязанцы вчера могли наблюдать столбы дыма прямо в центре города. Вечером 4 мая загорелись гаражи во дворе на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Коширина. Так местные жители заметили возгорание и вызвали пожарных. Подробности в следующем материале. Информация о возгорании на пульт пожарной охраны поступила в 18.38. Очевидцы говорят, что пожар разгорелся довольно быстро. Однако пожарные справились с огнем и уже через полчаса осталось только пепелище. При тушении пожара было задействовано 5 пожарных расчетов. Дыма увидела я вообще сильный. Прямо с окна нашего окна, с четвертого этажа дыма очень сильный был. Ну вот сюда пришли, здесь все горело, полыхало невозможно как. А кто знает причину неизвестную. Ну сильно горело, конечно. Вот с этого гаража вот машину вытащили, она там с какими-то этими горюче-смазочным материалом, что-то там было, успели высыпать. А то бы так взорвалось все. Ну, правда, никто не пострадал. Здесь работают сантехники, ЖУ-19. Там варят, паяют и так далее. Эти гаражи им только принадлежат. А началось 18.30, может быть. Пожарные быстро приехали, молодцы. Ну, ребята геройски работали. Также в пожаре на Дома художника пострадали гаражи и подсобные помещения ЖУ-19, из которых успели вывезти два грузовика. Никто из людей не пострадал. Наступающий летний сезон рязанские дачники встретили понижением тарифов платы за проезд на электричках. В частности, речь идет об участке Рязань-2 до платформы 210-й километра. Как выяснилось, произошедшее год назад повышение цен на проезд на этом отрезке произошло незаконно. И в течение года людям пришлось платить за проезд вместо 20-ти 40 рублей. Подробнее в материале Анны Герцовской. Разобраться в сложившейся ситуации помогли жители нашего города. Год назад в Рязанскую транспортную прокуратуру обратился гражданин, сообщив, что по неизвестным причинам на участке от станции Рязань-2 до платформы 210-й километр произошло двукратное увеличение платы за проезд. Установлено в ходе проверки, что данное повышение оплаты за проезд произошло незаконно, в связи с чем прокурор обратился в суд. 12 апреля 2016 года за Москва-Рецким районным судом завершилось рассмотрение данного гражданского дела. В суде ответчики ОАО РЖД и ОАО Центральной пригрыдной пассажирской компании исковые требования прокурора признали и добровольно снизили плату за проезд. Получается, что с момента повышения тарифов и до обратного снижения цен прошел практически год. Гражданам все-таки приходилось ездить по незаконно установленным ценам. Оказалось, что повышение тарифов произошло не на ровном месте, а под прикрытием того, что в апреле 2015 года наименование остановочного пункта 208-й километр было изменено на 210-й километр. В этот же самый момент подскочили и цены, но расстояние от станции Рязань-2 не менялось. В ходе проверки также был произведен перерасчет. Участок составил 9 километров 340 метров. Это фактическое расстояние. Оно находится в пределах одной тарифной зоны. Оплата за проезд на данном участке должна взиматься как за одну тарифную зону, а не как за две, исходя из установленного тарифного руководства. В Рязани полицейские задержали курьера их Татарстана с крупной партией наркотиков. В ходе рейда в Дашково-Песочне сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Калина», в котором находился 22-летний житель Казани. Далее Роман Дворецков. Рязанские полицейские из года в год борются с оборотом наркотиков в городе и области. Так, например, 4 мая в рамках акции «Вместе против наркотиков» полицейские получили информацию о канале поступления синтетических наркотиков в Рязанскую область. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Калина» под управлением 22-летнего молодого человека. При обследовании салона оперативники обнаружили коробку с порошкообразным веществом внутри. Согласно лабораторному исследованию, изъятый препарат оказался сильно действующим наркотическим средством массой 300 граммов. Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за хранение наркотиков. А что в машине? 300 грамм наркотических веществ. Каких? Какие-то не знаю. Откуда они взялись? За работу теперь решил. Полицейский подозревает, что задержанный молодой человек является звеном преступной группы. И он уже не раз занимался сбытом наркотиков через интернет на территории нескольких регионов России. Рязань, как и вся страна, живет подготовкой к самому важному празднику страны – Дню Победы. 9 мая, невзирая на погоду, тысячи горожан приносят цветы к вечному огню на площади Победы. О том, почему именно эта площадь выбрана памятным местом, расскажет Марина Комиссарова. В преддверии главного для нашей страны праздника – Дня Победы – об этой площади вспоминают чаще, чем обычно. Вертикальная стела, горизонтальная стена и скульптурная группа, которые напоминают о подвиге советского народа, благодаря которому мы с вами живем под мирным небом. Мемориальный комплекс украшает площадь Победы с 1967 года. В центре его скульптурная группа, спроектированная Горбуновым. Она символизирует единство фронта и тыла в то героическое время. Рядом, на обелиск высотой 30 метров, поднята многократно увеличенная копия Ордена Победы. Вечный огонь славы горящего монумента зажжен от вечного огня на могиле неизвестного солдата в Москве. Между тем, история площади непроста. Как считают специалисты, есть в ней и хорошие, и спорные моменты. Площадь Победы – одна из центральных площадей. Не главная вовсе. Главных у нас может быть несколько, и соборных в том числе. Но просто этот центр огромного района Троицкой Слободы, безусловно, возникла Троицкая Слобода в XVIII веке. И в второй половине XIX здесь сложился центр этой Троицкой Слободы. Почему? Потому что на месте французского названия Муниципальный культурный центр, на французе немножко в Рязани, а как можно было бы сказать, городской дом творчества, по-русски, стояла очень красивая красно-кирпичная огромная церковь Троицкая, которую снесли, к сожалению, и площадь потеряла маячок. После того, как церковь снесли, улицы поблизости стали звать безбожными, а площадь из Троицкой думали переименовать в площадь 50-летия Октября. Но мемориальный комплекс и вечный огонь в центре города оказались важнее. К тому же стела в Победном монументе стала новым ориентиром после утраты церкви. Впервые в Советском Союзе на памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, появляется женщина. Пускай ее немножко сзади, сбоку, но все равно она несущая знамя. У нее правая рука зажимает развивающееся огромное знамя Победы. И без женщины мы войну бы не выиграли точно. В этом учебном заведении обучался Анатолий Новиков, автор легендарных «Смуглянки» и «Эх, дороги». Между тем, здание первой в России учительской семинарии – памятник архитектуры, о котором не знает даже большинство жителей нашего города. Потому что он закрыт другим памятником – мемориальным комплексом. Памятник стоит, стелла замечательная. Все бы хорошо, но единственный минус – вот эта горизонтальная стена, которая загородила один хороший памятник, загородил второй хороший памятник. И это очень больно, потому что это первое в России заведение, где учились сельские мальчишки. Площадь Победы наряду с мемориальным комплексом на Скорбящинском кладбище напоминает нам о страшной войне и подвиге народа. С почтением относиться к этим святыням – наша главная задача. Под Рязанью впервые прошли гонки на квадроциклах. И без того необычным состязанием больше зрелищности придавали брызги воды и грязи от проезжающей на большой скорости мототехники. Подробнее моя коллега Оксана Тебенихина. Пилоты квадроциклов на нескольких десятках машин соревновались в четырех категориях на специально оборудованной триальной трассе с препятствиями – с грязевыми ямами, с трамплинами и с красными участками. Как и полагается, победители и призеры получили грамоты и ценные подарки от главы города Рыбная и спонсоров этих гонок. Иван Драга получает главный приз сегодняшнего нашего шоу. Специальный приз от главы администрации города Рыбная – вот эту самую мультиварку. Теперь он будет королем не только оборудов, но и королем кухни. Для зрителей, приехавших на этот спортивный праздник весны, были организованы отдых и развлечения под девизом «Мужикам забава, народу праздник». На сцене играли модные диджеи и выступали солистки популярных групп Рязани и Рыбного. Помимо этого работал большой детский городок с горками, каруселями, батутами, трамплинами и другими аттракционами. Все желающие могли покататься на различной мототехнике вместе с опытными инструкторами на специальных площадках тест-драйва. Прекрасная солнечная погода порадовала гостей соревнований. Тысячи зрителей, взрослых и детей, жителей Рязани, Рыбного, Москвы и Московской области весело провели время, наблюдая за борьбой на трассе. Князи по грязи в поле, за рекой Вожжа, около города Рыбное. Кстати, через месяц на этом же месте, 4 июня, горожан и гостей ждет увлекательный фестиваль спорта, радости, удали и веселья «Богатырская сила». На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин